В Дагестане появится метро. Построят его в Махачкале. Рыд-туннели под улицами самого большого города-региона начнут после того, как численность населения мегаполиса перевалит за миллион человек. Необходимость строительства метро в столице республики действительно существует. Дороги в городе загружены. К тому же Махачкала весьма разбросана по окрестностям, поэтому добраться из одного ее района в другой порой проблематично. В Махачкале водитель маршрутки бесплатно возит школьников. Со слов его постоянных пассажиров поступает он так уже давно. В салоне маршрутного такси нет никакого объявления на этот счет. Это личная инициатива водителя. Номер «Газели» знают не только школьники, но и взрослые пассажиры, которые неоднократно были свидетелями его бескорыстия. На днях фото «Газели» появилось в сети Instagram. В Дагестане утвердили официальные логотипы древнего Дербента. Каждый из них отображает одну из достопримечательностей города. По задумке авторов, логотипы должны хорошо ложиться на сувенирную продукцию, которая в скором времени будет запущена в широкое производство. В качестве же основных цветов логотипа избраны песочный, синий и темно-серый цвет. На стройке в Петербурге погиб рабочий из Дагестана. Как сообщает оперативное прикрытие, 53-летний житель Дагестана упал с 18 этажа в шахту лифта и скончался на месте. Проводится проверка. В одном из микрорайонов столицы будет временно прекращена подача воды. Махачкала Водоканал информирует, что в связи с необходимостью проведения работ по переключению вновь проложенного водопровода по проспекту Шамиля, в понедельник 13 марта будет прекращена подача воды в районе Тысячи Мелочей до улицы Сюрюкова. В Дагестане стартовала серия исторических квестов. Сценарий игры основан на воспоминаниях ветеранов и исторических фактов. Главная цель квеста – привлечение молодежи к изучению героического прошлого в новообразовательном формате.